всем добра неуравновешенные мои я наконец-то начал понимать чем так хороша антил дом и почему ее все хвалили первые главы вроде изучил вдоль и поперек но мне удается находить там новые детали сегодня хочу рассказать о некоторых диалогах и событиях которые большинство игроков просто пропустили бы в игре некоторые из этих диалогов я уже показывал но никогда не грех и повторится первый такой эпизод произойдет в самом начале тогда круто да ты смотри какая прелесть прелесть тут не совсем подходящее слово зачем это здесь смысле а нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы слушая ты знакома с отцом джоша ну да ну он типа большой охотник попробуешь давай лучше ты какой ладно начнем когда сэм и крис находят небольшой тир у канатной дороги у игрока будет выбор убить белку или выстрелить в мешок и дело тут даже не в кровожадности или убийстве мелкого симпатичного грызуна очень трудно удержаться и не выстрелить когда у тебя в руках ружье пусть и нарисованное самых выдержанных ну или самых нерешительных ждет уникальный диалог что-то я не пойму ты стрелять вообще собираешься и снайпер ехать пара у меня только начало получать фуникулер подъехал есть награды и для самых зорких если вы будете собирать все возможные записи улики и секреты то это будет отражаться в диалогах например если крис найдет объявление о розыске класс к нам явится самый опасный преступник страны потом прослушает запись на автоответчики в доме а дальше они сэшли обнаружат свет из-под пола ты ты видела на генератор ты не включен странно он обо всем этом упомянет в своем диалоге я подумал мы сэм видели кое-что любопытное что такой плакат разыскивается как вестернах типа и и сэм показалось что ее кто-то преследовал так это что выходит здесь в горах рядом с нами преступник там сообщение но на автоответчики в общем она от сержанта полиции о том что один чувак вышел из тюрьмы и ничего нельзя сделать в каком смысле но он типа предупреждал вот может как раз он и был тогда в подвале что но помнишь свет под полом в библиотеке ну вот тот чувак стой стой какой чувак который угрожал вашингтона он говорил что собирается мстить исполит здесь все дотла крис если таким образом ты пытался меня подбодрить ты уволен вот как этот диалог звучит если вы забьете на поиск улик видели кое-что любопытное что такой плакат разыскивается как вестернах типа и и сэм показалось что ее кто-то преследовал так это что выходит здесь в горах рядом с нами преступник ну я не уверен но ты же понимаешь что всякое что возможно все что угодно просто смотри в оба ясно что увидишь говори дальше наблюдаем за джесс и майком которые пытаются пройти к хижине через шахты джессика блин ты меня напугала я уже показывал что будет если майк не бросится сразу на помощь подруге джесс там тележка толкни ее и может пролезешь ладно я сейчас попробую но если и после этого немного потупить и просто постоять возле вагонетки то джесс пообещает навалять парню я уж тут заждалась да я только вот сейчас как настучу тебе по башке я поражаюсь ее выдержки чуть позже возле растерзанного оленя майк снова может растеряться уже есть это ужасно похоже ему конец майкл ему больно разве ты не видишь ну ну так не пинай я не пинал я просто просто что я не знаю там мостик сюда сюда майк давай сюда это медведь смотри смотри бежим по тропе еще чуть-чуть майк что ты делаешь не знаю а 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 Есть секретные диалоги и у Мэтта с Эмили. Например, Мэтт может почистить снег со стола для одной из своих идей. Но если сделать это два раза, то Мэтью обнаружит вырезанное на столешнице сердце с именами Эмили и ее бывшего парня Майка. Еще один след любви Майка и Эмили обнаружит Джессика на дереве по дороге в хижину. Так-так-так, посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. Тут М и Э. Есть идеи, что это может значить? Э-э-э, может Элизабет и Майрон? Ох, или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то не в моем дуре. Эй. Да, разумеется, я выгляжу как сильный и суровый мачо, но все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. Ах, правда? Ну а мне? Ты выразишь немного симпатии? Много, много симпатий. И ты готов обналичить этот чек? Та-дин. Ах, пошли-ка заново. Уже в доме, если отношения у пары немного пошатнулись, Джессика может припомнить ему это сердечко. Может, надо просто зажмуриться и прыгнуть? Ну, типа как прыгают в бассейн. Что? То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. Ты серьезно? Думал, это сработает? Всегда работала. Ну и кретин. Так же скажешь очередной девице, когда она увидит мои инициалы на дереве? Эй. Ну и напоследок еще парочка моментов с Мэттом и Эмили. В пятой главе возле станции фуникулера парочка попытается пробраться внутрь. Ну что смотришь? Ломай дверь. Да ты что? Начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри. Что? Окно. Отлично, Мэтт. Я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Мэтт может заставить Эмили пролезть в окно. Я не пройду, но ты сможешь. И как я, по-твоему, пропихну туда свою задницу? Но ты же влезала в очень тесные джинсы. Ага, пардон. Это талант. Ладно, полезу. Мамочки, здесь так темно, мне тут не нравится. Я здесь, Эм. Я тут вообще ничего не вижу. И постоянно натыкаюсь на всякую боль. Не бойся, найди защелку. А потом свалить куда-нибудь. Эй, Мэтт! Мэтт, ты там вообще? Мэтт, охренел? Ну пожалуйста. Ну и как это понимать? Что? Я тут торчу в кромешной тьме в пыли и паутине, а ты решил пойти прогуляться? Эм, я просто... Вот только не надо. Если у меня и оставалась еще крупица веры в то, что ты сможешь защитить меня, то теперь она уж точно испарилась. И вообще, я просто в бешенстве. Ну Эм, перестань. Извини, пожалуйста. Не знаю, о чем я говорю. В том-то и дело. Ты вообще не думал. А через пару минут, если Мэтт не успеет поймать девушку, получит от нее еще раз. Эмили... Прости, облажался. Ты как, нормально? Повезло, что я ещё жива. Но ты тут ни при чём. Слушай, Эмили, но я же пытался. Плохо пытался. В другой раз я поймаю. Честно. В другой раз? К сожалению, наше время истекло. Ещё увидимся. И на этом от меня всем добра, неуравновешенные мои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok